Добрый вечер! Это ток-шоу «С глазу на глаз». Мы в прямом эфире. Сегодня мы поговорим о рынке недвижимости. Чего от него ждать в 2013 году? Появится ли возможность у нуждающихся обзавестись собственным жильем или сейчас, напротив, в удобное время его продавать? На все эти вопросы и не только ответят гости сегодняшней программы, председатель правления Донецкой областной риэлторской палаты Владимир Андрусевич. Добрый вечер! Добрый вечер! И председатель комитета по формированию общественного мнения и взаимодействия со СМИ Донецкой областной риэлторской палаты Елена Маленкова. Елена Аркадьевна, тоже добрый вечер вам! Ну, как сегодня можно охарактеризовать ситуацию на рынке недвижимости нашего региона? Кто готов ответить? Я готова. Пожалуйста. Сегодня ситуация такая же, в общем-то, как во всей экономике. Мы находимся все в состоянии ожидания, в режиме ожидания. Надеемся на то, что 2013 год будет лучше, чем 2012. Я советую, если мы говорим о покупке, я советую сегодня покупать. Я думаю, что 2013 год – это последний год, когда будет самая минимальная цена на рынке недвижимости. Вот если говорить о Донецком рынке недвижимости, есть ли у него свои особенности по сравнению с другими регионами? Или здесь процессы протекают абсолютно такие же, как и везде? Ну, давайте я отвечу. Донецкий регион – локальный рынок. Рынок недвижимости развивается за счет немиграционных процессов. Практически мало приезжают покупатели из СНГ. В Донецке нету рекреационных зон. Пример тому вот ЮБК. В этот прекрасный берег моря могут приезжать и покупать клиенты со всего СНГ. Донецк развивается за счет внутренних ресурсов. Новое поколение выходит на рынок и приобретает жилье. Тогда вопрос такой. Кого сегодня все-таки больше? Желающих продать или купить? Сегодня, скажем так, в низком сегменте, скажем, такого жилья не элитного, а эконом-класса, наблюдается приблизительный паритет. Цены сегодня не падают и не растут. Это говорит о том, что приблизительно цена спроса и предложения одинаковы. То, что касается элитного сегмента, конечно, желающих продать гораздо больше, чем желающих купить. Эксперты называют такое понятие отложенный спрос. На сегодняшний день есть желающие продавать, они преобладают. Но есть и покупатель. Но из-за того, что не хватает... А покупатель что? Покупатель ждет, что цены будут продолжать снижаться или что? Нет. Есть такое понятие отложенный спрос. Значит, желание есть приобрести, желание есть улучшить свои жилищные условия, но по каким-то либо причинам. Или недостаток средств, или нет возможности получить реальную ипотеку. С разумными процентами. И поэтому появился такой термин «отложенный спрос». Я бы добавила еще то, что сегодня цена элитной недвижимости все-таки, на мой взгляд, несколько завышена. И ожидания покупателей все-таки приблизительно лежат 15-20% от цены предложения. Хорошо. Донецк по-прежнему является лидером в регионе по числу совершенных сделок. Ну, понятно, да, в соотношении с числом жителей в городе? Миллионник, большой город, конечно, да. Если сравнивать с городами области, то Донецк преобладает... По статистике количество сделок проходит достаточно. Но люди все-таки побогаче, чем в регионе. Хорошо. Какие сегодня факторы, вот кроме месторасположения, да, географии, влияют на стоимость жилья? К примеру, возраст здания, санитарная ситуация, еще какие-то факторы. Они главенствующие в данном вопросе или по-прежнему география? Вот центром не подавают все. Ну, все правильно вы отметили. Все эти факторы, которые вы перечисляете, они влияют на цену, да. Но покупатель выходит на рынок, изучает потенциальные предложения, исходя из месторасположения. А потом уже, проведя маркетинг, определяет. Этажность тоже влияет на цену, материал дома влияет на цену, инфраструктура. Да, год постройки, недвижимость, и все это влияет на цену. Взвесив все за и против, тогда уже формируется адекватная цена и появляется рыночная цена. Потому что этот вопрос такой очень обширный. Да, первым делом продавцы, выходя на рынок, спрашивают, дайте мне или подскажите, пожалуйста, рыночную цену. Мы всегда говорим, давайте определим адекватную цену, а потом уже в процессе продажи, уже тогда появится рыночная цена. Скажите, по-прежнему наблюдается вот такое стереотипное мышление, что люди хотят всегда находиться ближе к центру? Или у нас уже есть такие тенденции, как в Европе, когда начинают уходить наоборот от шумного центра? Да, у нас тенденции эти как бы были всегда. То есть сначала, конечно, выбирается центр по адекватной цене. Но, в общем-то, районы, приближенные к центру города, это Калининский, Киевский, Ленинский, они всегда пользуются спросом. Дальше, если, опять же, это зависит от суммы, которую вы планируете потратить на покупку. Очень хорошим спросом пользуются тот же Заперевальный, это не так близко от центра, но это спальный район, где развитая инфраструктура, где сравнительно новые дома. То есть вот год постройки дома играет, на мой взгляд, вторую роль, определяющую по месту расположения. То есть сегодня, исходя из ваших ответов, я понимаю, что тем людям, которые находятся в томительном ожидании того, что сейчас еще раз кризис серьезнейшим образом ударит по экономике, и, соответственно, рынок недвижимости снова пойдет вниз, и едва ли не 2009 года цены вернутся, такого вряд ли возможно. Но мы советуем действовать и определяться на сегодняшний момент. Сегодня необходимо жить, сегодня необходимо растить семью, поэтому нужно выходить на рынок, не бояться приобретать, находить желаемые варианты, торговаться. Сегодня это все возможно. Я просто хочу добавить еще раз, что мы зависим от состояния экономики сегодня в стране. Будет оптимизм, сегодня, скажем, оптимизма в обществе не только в нашей стране. Сегодня оптимизма мало в Европе, сегодня оптимизма вообще мало. Никто не знает, что будет завтра. Если будет какой-то прогнозируемый период времени, на который мы можем рассчитывать в ближайшие 3-5 лет, я думаю, что рынок недвижимости – это зеркальное отражение экономических процессов. Вот какой вопрос интересует. Ряд ваших коллег в прессе заявляют о том, что население способно покупать жилье. Понятно, что это процент небольшой, но, однако, срез этот сделан. Переориентировались на приобретение, прежде всего, так называемого первичного строительства, то есть новостроив, нежели чем покупку квартир или домов в бывших употреблении. Для Донецкой области это актуально? Актуально. Сегодня первичное… Опять же, Донецк отличается, мы впереди планеты всей. Мы отличаемся от киевского рынка, мы отличаемся от одесского рынка, от львовского рынка. У нас не так много сегодня было до недавнего времени застройщиков, которые… Поэтому цены держались. Сегодня, когда началось массовое строительство первичного жилья, я думаю, что цены придут в соответствии со спросом. И, конечно, я такой же покупатель, как и все остальные сегодня на рынке. То есть вы считаете, что цены завышены, если вы говорите о том, что… Нет. Опять же, цена… Поймите, нет такого понятия «рыночная цена». Цена всегда… Рыночная цена – это цена между спросом и предложением. Это рынок. Поэтому цена будет… Правильная рыночная цена – это та, где спрос приблизительно в паритете находится к предложению. Цена будет завышена тогда, когда люди не покупают по этой цене. И когда люди начинают активно покупать, это значит, цена пришла в соответствии со спросом. И все. Это просто рынок. Нормальная практика. Люди выходят на рынок и, естественно, хотят приобрести новое жилье. Это новая инфраструктура. Это благоустроенная придомовая территория. Это облагороженные подъезды, парковки, гаражи. Конечно, это очень современно. Но взвесив все свои возможности финансовые, некоторые переходят и на вторичный рынок. Вы сейчас абсолютно уверены в том, что те новострои, которые возводятся у нас, позволяют говорить о том, что 20 лет может человек о нем не задумываться. Я общался с некоторыми людьми, которые говорят, что иногда здание более старшей постройки более надежное, нежели нынешние новострои. Я такого не слышал и хочу сказать, что современное строительство, оно и отличается. Современные материалы, есть гарантии, есть законодательство, которое позволяет застройщика потом привлечь к ответственности, если будут нарушены какие-то технологические процессы строительства. Поэтому я рекомендую покупать новое жилье. Я только добавлю, что сталинское жилье, которое было построено, было построено с огромным запасом прочности. Мой папа заслуженный строитель СССР в прошлом. И он говорил, что запас прочности был рассчитан на 50 лет, а простоят и 100 лет. Поэтому мы не знаем, конечно, сколько сегодня простоят новостройки. Но я думаю, что уже даже у сталинских домов запас прочности подходит к концу. С учетом того, что зима, зима, насколько мне известно, не является открытым сезоном для рынка недвижимости. Все говорят о весне. Что можно прогнозировать к весне? Стоит ли ожидать роста? Понятно, что вы сказали, что очень много все завязано на тех тенденциях, которые будут происходить в экономике. Но, однако, в любом случае, какие-то прогнозные показатели просчитываются. Ну, я хочу сказать, на сегодняшний день сезонность на рынок недвижимости практически не влияет. Но на такой сегмент, как квартиры, естественно, коттеджные городки, частное домостроение, земельные участки весной найдут своего покупателя. Поэтому, возможно, и, ну, я не говорю там рост недвижимости, но произойдет оживление этого рынка, этого сегмента. То есть на квартирном рынке сезонности нет, да? На сегодняшний день сезонность не отмечается. Если лет 10 назад мы отмечали период весна и осени, это очень активный сезон на рынке недвижимости, то сегодня практически... Ну, если не брать январь, потому что все, кто хотел, купили в декабре до нового года, там, по старой советской привычке. А в январе, как бы, обычное такое затишье. Ну, вот февраль уже начался, в принципе, вполне штатно. То есть уже начинается рынок оживления, да? Движение, да. Где недвижимость, там и вопрос кредитования. Сегодня, да, наверное, и для вас, и для тех людей, которые желают обзавестись собственным жильем, вопрос кредитования стоит достаточно остро. Банки по-прежнему будут держать процентную оборону, по вашей информации? Сегодня, давай я отвечу. Ну, вы, пожалуйста. Да, сегодня ставки кредитные, ипотечные ставки очень высокие. Сегодня даже государственное ипотечное учреждение заявило ставку 20,99, то есть это 21% при аннуитетном погашении, то есть, ну, равными долями, да? Для обычного человека это очень высокая ставка, и при обычном погашении с уменьшением процентов 24,99, то есть это очень высокие ставки, это получается за 5 лет, за 4 года практически вы выплачиваете стоимость жилья. Да, нигде в мире такого нет, естественно, до тех пор, пока ставки не придут в соответствии с какими-то нормальными человеческими цифрами, это будет очень сложно для заемщиков. Ну, а что говорят? Есть ли у вас какая-то инсайдерская информация по этому поводу? Ну, вы знаете, это политика банков, естественно, эта информация такая конфиденциальная, но на наш взгляд время все расставит на свои места, и вот из нашей практики наши клиенты практически не обращаются в банки только за небольшими суммами докредитоваться. Если у семьи есть небольшой капитал первоначальный, там, в размере 20-30% от стоимости недвижимости, то на остальную сумму не решаются брать кредит, все понимают и все думают о больших переплатах. Да, даже при нынешних условиях банки по-прежнему выставляют достаточно жесткие критерии для получателя кредита. Да, это обязательно высокие зарплаты, это обязательно срок службы на предприятии не менее двух лет, и из моей практики только очень маленький процент обратившихся эти кредиты реально получают. Но вообще по данным процентным ставкам есть на сегодняшний день люди, которые все-таки желают даже входить в такую реку? Ну, так как Владимир сказал, докредитования не хватает, условно говоря, 100 тысяч гривен, 80 тысяч гривен докредитоваться, да? А полное кредитование ипотечное, так как мы к нему привыкли, нет? Ну, с первоначальным взносом 10%, 20%. Да, даже 35%, нет. Да, не решается сегодня. Понятно, что вопрос, скорее всего, мой следующий, нужно адресовать банкирам, но все-таки какие факторы, скажем так, могут повлиять на то, что ситуация с ипотечным кредитованием может, ну, скажем так, если не стать той докризисной, да, когда под 12-14% люди получали жилье, но хотя бы смягчить условия? Ну, это очень просто. Дешевые заемные деньги на Западе, кредиты МВФ, свободные кредитные средства, долгие и дешевые деньги. Это единственный фактор, который может повлиять на ипотеку. Вам известна статистика, как часто людям сегодня приходится возвращать купленное жилье в кредит, когда они не могут расплатиться с банками? Я отвечу. Пожалуйста. Такой статистики у нас нет, но мы советуем всем нашим клиентам, кто взял кредит и попал в трудное финансовое положение, работать и общаться с сотрудниками банка. Банк не заинтересован отбирать недвижимость, банк заинтересован, чтобы деньги банка работали. То есть они готовы к таким переговорам, готовы к компромиссу? Да, они найдут индивидуальную, как выйти индивидуально с каждым клиентом и выйти из этого финансового серьезного положения. Я могу привести пример, просто буквально из вчерашней практики. Человек взял до кризиса кредит 250 тысяч долларов, сегодня эта квартира стоит 130. Мы договорились о индивидуальном подходе, на 130 тысяч нашелся клиент по продаже. Мы в добровольном порядке произвели реструктуризацию под 9% годовых в гривне на оставшуюся сумму. Банк добровольно убрал все пении, штрафы и так далее. То есть банки очень охотно идут на какие-то договоры. Если заемщик идет открыто, объясняют, все понимают, мы все находимся в кризисной ситуации. Те же банкиры, те же сотрудники банков, они тоже брали кредиты. Понятно, скорее всего, это говорит о том, что достаточно большой портфель проблемных кредитов у банков, и нет смысла сегодня заниматься отбором имущества. Нужны живые деньги. Понятно, давайте вот еще о чем поговорим. Очень интересно прочитал информацию. Украинская национальная ипотечная ассоциация недавно посоветовали украинцам, что выгоднее все-таки арендовать, снимать, как люди ныне говорят, квартиру, чем покупать ее в кредит на сегодняшних условиях. Ваш комментарий по этому поводу. К сожалению, да. На сегодняшний день продавцы недвижимости, которые не успели или по каким-то причинам не могут продать недвижимость, пополняют ряды арендодателей. Поэтому на сегодняшний день действительно выгодно арендовать недвижимость. И сегодня платеж аренды месячный ниже платежа, если бы клиент брал кредит в банке. Но вот это здесь, в этой ситуации очень хороший такой есть момент. Как только платеж по аренде превысит платежи заемщика, это очень хороший сигнал для строительной отрасли. На сегодняшний день аренда на рынке недвижимости является таким локомотивом. То есть она способна увеличить спрос на недвижимость. Вот она будет вытягивать. Ну какова сегодняшняя ситуация на рынке аренды жилья? Здесь что наблюдается у нас? Рост? Или здесь опять же то, что вы говорите, потому что продавцы тоже вышли на рынок, соответственно возможно падение? Да, ну вот давайте таким вот образом я вам сейчас назову цены аренды жилья. Давайте по Донецку, да, чтобы было более наглядно для наших зрителей. Центральные районы Донецка на сегодняшний день. Цена предложения аренды жилья, да, от 3000 гривен до 8000 гривен. Перелегающие районы к центру от 2300 гривен до 5000 гривен. Большой спрос со стороны арендаторов на аренду с ценой 1800 гривен. 2100 гривен. Вот основные клиенты, которые сегодня ищут и желают арендовать квартиру. Но такой недвижимости с такой ценой уже нет. Она уже занята, она уже, как говорится... Востребована, понятно. Востребована, она с рынка вымывается, соответственно цена растет. Это хороший сигнал на рынке недвижимости, это очень хороший сигнал. Спрос на аренду. Вот, кстати, сегмент аренды здесь влияет сезонностью. В сентябре приезжают студенты, растет аренда. Во время больших таких инфраструктурных строек повышается аренда. На суточную аренду влияют спортивные, культурные мероприятия, которые проходят в городе Донецке. То есть это тоже вот такие вот сигналы, которые влияют на стоимость аренды. Следующий мой вопрос касательно новшества, которое введено с 1 ноября 2013 года. А теперь регистрация вековой недвижимости от ВТИ перешла к Министерству юстиции, к управлению юстицией на места госрегистратором, так называемым. Это каким-то образом может отразиться на рынке? Или это обычная формальность, которая никому образом не имеет? Она немножко уже отразилась, опять же. Январь, может быть, 10% повлияло на то, что январь в спячке. Но, опять-таки, это такие изменения, которые просто нужно откатать. Там где-то программа не соответствует, где-то... Ну, в общем, такие моменты, я думаю, месяц-два, но все устаканится. На самом деле, идея была... Это обращает ситуацию для простого человека? Идея была очень хорошая. Идея была такая, что... Почему была? Нет, ну, в смысле, в основе лежит хорошая идея. Просто, ну, как исполнение всегда в нашей стране, это маховик, который должен раскрутиться и получить эффект. На сегодня он еще, как бы, ну, в моем таком мнении, что он еще не раскручен до конца. Я думаю, к концу февраля уже ситуация наладится и будет все нормально. То есть, какого-то значительного влияния на сам рынок недвижимости это не будет? Нет. Это такая сугубо формальная вещь, да? На самом деле, функции, несвойственные быты, перешли к органам юстиции и нотариусам. Быты продолжают заниматься техникумитаризацией. Поэтому, я думаю, нужно время. Месяц все обкатается, система отработается. И где-то летом мы можем уже говорить, повлияла ли эта реформа на рынок недвижимости. Но это нужно время. Еще один вопрос. Как человеку, который собирается, да, вступить на рынок недвижимости с тем или иным предложением или со своим спросом, как ему найти своего риэлтора? Ведь история обманутых людей достаточно велика. По каким критериям, по каким параметрам человек должен определить, что с этим риэлтором стоит работать и не стоит волноваться? Ну, вы знаете, я на рынке недвижимости работаю с 1991 года. Мой совет всем покупателям, продавцам. Пользуйтесь рекомендацией своих знакомых, родственников. Изучайте газеты. Находите добросовестных агентов. По поручению можно всегда работать с хорошим агентом и найти такого агента. Но советуем. Первая встреча должна происходить в офисе агентства. Ни в коем случае, всем советую, ни в коем случае не подписывать сразу договора на оказание услуг. Возьмите домой, почитайте каждый пункт, ознакомьтесь, все вас устраивает, тогда подписывайте договор на оказание риэлторских услуг. Никаких предоплат за оказание риэлторских услуг. Только по выполнению работы, после подписания акта выполненных работ. Вот таким образом можно избежать вот этих всех конфликтных ситуаций. А есть ли у нее информация, ну скажем так, понятно, что сложно ее отследить, но все-таки, каков сегодня баланс риэлторов, что называется, с большой буквы, которые могут такими называться и теми, кто, скажем так, просто попытается нагреть руки? Ну, сегодня мы, в всяком случае, стараемся привести рынок к более цивилизованному виду. Сегодня и риэлторская палата Украины. И мы стараемся объяснить и через СМИ, и сами в личной беседе, пытаемся объяснить, что сам покупатель или продавец, он услугу должен заказать. Риэлтор не может быть на рынке, он является посредником между продавцом и покупателем. И если к нему обращается либо продавец, либо покупатель, заказчик, он эту услугу обязан заказать. Поэтому это основное, это, в принципе, во всем бизнесе. И когда человек обращается к риэлтору, он должен четко понимать, к кому он обращается и зачем, и что он хочет получить при этом. Я думаю, что со временем рынок выправится и будет понятно, кто есть кто на рынке недвижимости. А рынок недвижимости сегодня украинский можно назвать цивилизованным? Нет, конечно, к сожалению. Почему? Потому что сегодня нет общих правил игры, это основное, нет стандартов. Закон о риэлторской деятельности может решить этот вопрос? Может, если разработчики законопроекта будут привлекать специалистов рынка недвижимости, если будут проходить общественные слушания, круглые столы всеукраинского масштаба. И тогда действительно качественный закон о риэлторской деятельности может повлиять на рынок. И рынок станет более цивилизованным, прозрачным, со своими стандартами. Если интересно, чего бы вы хотели, чтобы в этом законе было отражено для того, чтобы рынок стал более цивилизованным? Первое. Мы хотим, чтобы рынок, чтобы сами риэлторы являлись самоопределяющими на рынке. То есть это самоопределяющая организация. Ни в коем случае сверху нельзя какими-то критериями объяснять, что должен делать риэлтор. Ни в коем случае не должна быть какая-то процентная ставка. Это, опять же, это предпринимательство. И риэлтор – это частный предприниматель, либо это компания. То есть это рыночные отношения. Если это хороший, это хороший стоматолог. Хороший стоматолог стоит дорого, плохой стоматолог стоит дешево, либо ничего не стоит. Вы считаете, что эта среда может сама организоваться и сама отрегулировать свои отношения? Мы пытаемся сегодня сделать на рынке, и мы надеемся на то, что вот это самоочищение. Сегодня уже очень многие риэлторы, на самом деле, в Украине понимают, что тот рынок, который есть сегодня, он никого не устраивает. Он, возможно, устраивает тех, кто ищет рыбку в мутной воде ловит. Но нормального человека, который пришел всерьез и надолго, его не может устраивать такая ситуация. Задача этим законом не зарегулировать деятельность специалистов, а задача обеспечить прозрачность этой отрасли и увеличить оборот недвижимости. Но, на Ваш взгляд, 2013 год может стать годом, когда будет принят этот закон? Все возможно. Все возможно, но еще раз повторюсь, тут нужно не зарегулировать. Потому что есть опыт некоторых стран, сегодня занимаются дерегуляцией. От Вас инициатива идет о том, что Вы хотели бы принимать участие в разработке данного документа? Да мы это и делали. Первый закон, который Просолов предложил в парламенте, это проходило общественное слушание. Каждый пытался туда какое-то свое зерно вложить. Но в итоге этот закон нигде не прошел. И сегодня мы получили проект закона, ну вообще какой-то там совершенно космический, где не учтены... Министерство Минэкономразвития предложило свой проект. Где не учтена ни одна деталь, которую мы просили. Мнение специалистов рынка недвижимости вообще не учитывается. Как будто нас нет. Хорошо, спасибо. К сожалению, время нашего эфира завершилось. Я думаю, что когда вопрос станет более острый касательно принятия закона о риэлторской деятельности, мы сможем встретиться с вами в этой студии, еще с вашими коллегами и обсудить его. И понять все-таки, что он реально может дать вам, как специалистам рынка, и непосредственно людям, которые сегодня, скажем так, нуждаются в ваших услугах. Спасибо вам за участие в эфире. Спасибо. Спасибо. Я понимаю, что сегодня гостем ток-шоу «С глазу на глаз» были председатель правления Донецкой областной риэлторской палаты Владимир Андрусевич и Елена Маленкова, председатель комитета по формированию общественного мнения и взаимодействия со СМИ Донецкой областной риэлторской палаты. Несмотря ни на что, верьте в лучшее. Всего вам самого доброго и до свидания. Донецкой областной риэлторской палаты